Альт, скрипка, фортепиано и каверный ансамбль и столисты Москвы. Такой вот необычный квартет в эти минуты исполняет мировую премьеру в Минске на главной сцене Национальной филармонии торжественное открытие Международного фестиваля Юрия Башмета. Наш президент направил приветствия участникам грандиозного праздника искусств. Что на слуху в 13-ю осень узнаем у Александра Матяса. Гаснет в зале свет и снова публика филармонии старается даже не дышать, чтобы не нарушить магию музыки. После антракта концерт для Альта и фортепиано со струнами. Мировая премьера. Сочинение белорусского композитора Валерия Вуронова. Посвящение Башмету и 13-му фестивалю имени Маэстро. Все самое дорогое Башмет возит с собой в этом футляре семейные фотографии и инструмент 1758 года миланского мастера Тесторе. Такой же был у Моцарта. Сегодня ангелу с альтом хватило пару часов, чтобы не оказаться лишним на своем же празднике. Первая сводная репетиция, она же генеральная. Черная рубашка на готове. 13 для меня по жизни счастливая цифра. Так что и все-таки, я вот так говорю, и на всякий случай нужно сплюнуть три раза. Скрипка Страдивари, на которой играл знаменитый французский виртуоз времен Наполеона и Паганини Пьер Оде. И одна из, на мой взгляд, красивейших скрипок, которые я видел, на которых мне доводилось играть. Скрипка 1733 года, прозванная Роде, одна из самых дорогих в семействе Страдивари. Сегодня отдали в хорошие руки русский Паганини, репутация Репина на Западе. 13-ю осень на лучших площадках Минска обладатель премии Грэмми. Солисты Москвы расселись. Раскрыли ноты Бетховена и Малера, приготовили инструменты. Маэстро в черной рубашке. Рук волшебный всплеск. Этот год для Башмета юбилейный. 65 лет, а цифра 13 не отпугивает тех, кого связала одна святая к музыке любовь. Аншлаги Нормана, фестиваль имени Маэстро, гаснет в зале свет и снова магия музыки в Минске до 20 октября.